Доброе утро, мои дорогие друзья и товарищи, подруги, зрители, сумма, наверное, будет, тут сильный ветер дует. Короче, приехали мы в крепость Акракоринф, находится на вершине горы, отсюда открывается, но мы еще выше поднимемся. Красивый вид на Каринфский залив, мы находимся на высоте, я сейчас посмотрю еще в интернете, этот гугл, земля. Ой, а тут холодно. Вот. В двух словах. Акракоринфский замок строился в разные эпохи. Начало было положено в Древней Греции, потом строили венецианцы, крестоносцы достраивали тут пристройки. То есть все это настроено в разное время. Вот там дорога закрыта, потому что опасность это обвалы камней. Танюха тут ехала орала по серпантину. Ладно. Один раз живем. И вот нам туда надо подняться. А здесь температура, ну, неужели? У меня же... Вот по этой мы ехали. У меня же теплая одежда. Мы же, скажем так, почти с зимы с Эстонии приехали, с поздней осени. Одежда-то есть у меня. Никто не написал, что здесь мороз. Холодный ветер. Мертери открыты с 8.30 до 15.30. Пускают не позднее, чем 15 минут до закрытия. То есть имейте в виду. Вход бесплатный. Не верится даже вот этому, говорят, скользкие камни. Настоящая сокровищница греческой, античной или как-то средневековой культуры. Я отзывы отчитал много. Там когда строилось, я не буду много рассказывать, потому что, говорю, в разные эпохи там выстроились. Какая-то часть в одно время, какая-то в другое. Но пишут, допустим, в радиусе 100 километров от Афин. Но единственное место, ну такое вот, более-менее сохранившееся и достойное. Вот. В другом отзыве пишут, сюда надо приезжать пораньше, потому что очень жарко. Дорога не для слабонервных. Ну чуть-чуть, давай. Так, ну поднялись мы уже на какую-то высоту. Ну, заложена крепость во времена Древней Греции, а даже в середине второго тысячелетия до нашей эры. Это была часть Каринского государства. Расположена на горе, на высокой горе. Отсюда просматривается хруст. Каринский залив, полегающая территория. Там гор, конечно. Выше гор не посмотришь. Вот. Где Татьяна пропала? Да, я представляю, там еще наверху какая-то башня. Здесь жили. Ну вниз точно, наверное, тут в течение жизни люди редко спускались. Потому что тут подняться, это целое. Да и спуститься тоже. Фух. Целое мероприятие. Тут в пределах крепости-то и запарился. Хорошо. Цепору вчера выпил. Оно там дает. Избыто придает, избыток сил. А где Танюха-то? Лабиринт тут. Ну, практически на вершину поднялся, но туда я не пойду. Там же это не так. Там серпантин достаточно большой. Вон Танюха. О-о-о! Все-таки поднялась туда, куда я поднимался. Короче, там инфостент был. Почитал, что древнегреческий карибский запах, замок, запах, крепость, замок, крепость был довольно небольшой. Вот в пределах, вот здесь вот, где я нахожусь. В средние века были второй и третий. Кольца, кольца, стены выстроены. Ну, дополнительно это оборонительное сооружение. И последние постройки были сделаны в XVII веке. В начале XVIII века сюда пришла Османская империя. Вот. Город Каримф. Каримф. Там вот, за горой его не видно. Захватили. Соответственно, захватили крепость. И она тут долгое время уже в тылу у турков находилась. Как бы надобности в ней не было. И начало потихоньку разрушаться. Ну, и с тех пор тут ничего не делалось. Я смотрю, реставрационных работ тоже не делалось никаких. Вот все как было, так и было. Вот камни есть, вон рассыпались. Вот они каменные разрушаются. Камни-то они никуда не деваются, вон они не скатываются. Из них можно опять собрать что-то. При всем желании. Я думаю, можно. Так, ну ладно, я тут фотосессию сделаю. Сделаю пару фотографий себе на память. И пойдем вниз. Там народу-то собирается. Вон там целый автобус. Не автобус, наверное, там на парковке. Целая многолюдная экскурсия. Вовремя мы. Но я тут позабирался. Вон, кстати, интересное растение. Нравится такая экзотика. То, чего у нас нет. И то, что я никогда не видел. Такое, наверное, не помню, что видел. Холодно было вначале. А сейчас, наоборот, освежается. Поднялся там. Зато не потею. То дальше, конечно, не пойду. Все. Вот это. Вторая линия. Крепостной, стенной. Там еще чуть ниже. Сейчас, может, все равно видно будет. Третья. Или это-то эти. Сейчас посмотрим. Аппарат не буду. Да, возможно, это и есть третья. Она лучше всех сохранилась. Самая последняя. Вон, видно. Да. Вторая, значит, вышел. Виноградники, оливковые плантации. Там апельсиновые. Мы сегодня обязательно посетим Каримский канал. Сейчас не буду ничего о нем говорить. Потом, когда буду, на месте расскажу. Мы все еще находимся на горе возле крепости Акро-Куринфос. Вот она гора. Ходили тут. Надо было сходить в похожее место. Благо тут и чисто, кстати, там. Вот спустились мы. Ой, отсюда даже не видно. Вот и поворачивались. Вот выше той горы. Дорога. Акро-Куринф. А это здесь есть тоже такая достопримечательность. Это во времена Осмарской империи. Построено, как сказать, источник воды. Вот. Кранов раньше не было. Просто она постоянно тут фонтанировала. Люди набирали с ближайших селений. Я так понимаю, с гор она там текла. Еще вот на арабском языке. Арабской вязи. Написанная надпись. Построена. Я ее читал там. У нее, может, не написано, но что написано. Не, ну, красиво сделано. Представили, когда новая была. Из мрамора. В середине 18 века. То есть почти 300 лет я ее живу. Проверим. Надо проверять, есть вода или нет вода. Обычная пресная вода. Кстати, там струя-то не ахти. Главное, поедем дальше. Такое вот коротенькое местечко. Вот тоже часть культуры. Так, спустились мы. О, там на вершине горы крепость Акрокаринф. Вот. А сейчас мы находимся как раз на территории самого города, столицы Калинского. Царства. Государства. Вот тут раскопки проводятся. Люди гуляют. Народу много экскурсий. Припарковаться. Еле припарковались. Территория достаточно большая. Вот. Остатки храма Аполлона. Там есть. Пока будем гулять, а вот там. В двух словах расскажу историю. Интересное, замечательное место. И по истории оно очень известное, знаменитое и по древнегреческим мифам. Тоже очень часто встречается. Ну, грех было бы сюда не зайти, тем более. Живем не очень. Кит-офис. Татьянуку покупать билеты. Она у меня. Ее задача, ее задача покупать билеты по всем музеям и вот этими входами везде. А я ее кормлю за это. Назовай. 8 евро билет. Наверное, отсюда пойдем. Не буду я тут. Тут дожидаются. Короче, с экскурсоводом на автобусах приезжает группа, ну и пусть они там тусуются. Вот. А это миссион. Как нет? Вот дорога. Это фонтан написан. Не знаю, как он выглядит. Кубические свистника, кубические формы. Там много текста, много людей вместо углубляться в чтение. Ну, написано фонтан. Значит, фонтан. Вот. Здесь только... Не, я обожаю все народы. Здесь сюда бы еще пару тысяч китайцев. Было бы весело. Эти. Дом престарелых, который выехал тут. Не знаю, англоязычный, так не знаю, откуда. Вот. Вот это остатки храма Аполлона. Пару слов о городе. Согласно мифам, город был основом Каринфом, потомков солнечного бога Елиоса и Эфирой, дочерью Титана Океана. Нет. Здесь находился один из городов Микенской цивилизации, подобным Микеном, Теринфу или Пилосу. Еще мифическим основателем династии древних царей Каринфа считается Зизип. Здесь предводитель органавтов Зизон просто Меделью. Каринфиане участвовали под предводительством Агамимнона в Троянской войне. Еще посмотреть, где эта Троянская война, конь Троянский был. Не буду там учитывать. Много раз переходил за руку руки, участвовал в греко-персидских войнах. Подвергся естественному разрушению, начиная со Средних веков. Вот здесь бурливает и первая жизнь 3,5 тысячи 3,5 тысячи лет назад. Конечно, тут сотни лет, практически тысячи лет, а потом, говорю, эта территория всегда. Ну, вначале город, по словам, был здесь, потом современный Каринф находится на перешейке, соединяющем Меретериковую Грецию, Материк с полуостром Пелопонеза. Ну, разные постройки. Жилые, хозяйственные, там оставки тоже, храм, наверное. Я заметил колонны, колонны, колоннады, на храмах в основном ставили. Сейчас, к нам Аполлону подойдет. Здесь, кстати, вот недавно были мы в этом, храме Зевса. Здесь, там, как бы, колонны из одних секций, таких рук, здесь монолитные, тоже интересно. В старые времена, я не знаю, высекали, прямо на месте или поднимали, или привозили их откуда-то. Ну, сюда вход запрещен, внутрь, сгорожено. Ну, вот, кстати, вспомнил, на Родосе, ну, вот, аналогично тоже, ну, там, как бы, на склоне горы и к морю выходят, ну, тоже такие же вот раскопки, какие-то здания, только не Линдус, Линдус там, это крепость на горе, Камерус, Камерус, да, один из городов древнего Родоса, похоже вообще, не рельеф, а вот именно, такой вот. Кстати, в то время на Родосе хозяйничали мекенцы, выходцы с мекена, сюда, с Пелопонеса, так что, вполне неудивительно. Ну, вот здесь хорошо видно, это фрагмент, но без колонн, это сверху украшали верхнюю часть колонн, вот колонны, с верхней части были такие, вот как розетки, или как они называются, я не архитектор, и вот балки у них устанавливались, каменные, мраморные. Вот он, тоже, фрагменты этих верхних частей, колонн, выяснили, называются не капитель, вот, обеспечивает плавный переход от тела самой колонны на горизонтальные элементы, которые становятся в верхней части, которые опираются на колонны. Вот, тут разные разновидности, то есть, это разные стили, разные эпохи, вот они здесь все выставлены, образцы капиталь, вот, тоже, вот храм, здесь остатки колонн, фрагменты, там меньше половины колонн, капители сверху, вот эти вот, сверху балки, положены, фактически, они были вот, так вот, нет, не кусликсу, просто, сами колонны не сохранились, просто, чтобы показать, ну вот, верхняя часть, как она выглядела, причем, это построено уже при древних римлянах, древний римский стиль, ну, поделом, пометили, короче, пришли в музей, здесь, все, что нарыто, в земле, здесь, наверное, снимать можно, или нельзя, опять, вот, тапками закидаются, выставить на мороз, из музея, нет, здесь интересная вещь, если вот так разглядеть, я опять же вам буквально 10 секунд, чтобы понять, кто здесь имеется, я люблю подробно рассмотреть, там, в деталях, скажем так, вот, здесь эти барельефы, это же, говорю, несколько тысяч лет назад вырезан в камни, вот, никакой хроники, документальной, там ни видео, ни фото, ни картин не осталось, вот только высеченное в камне, можем понять, вот, во что люди одевались, какой образ жизни вели, ну, более-менее, понятно, все, ну, вот, где-то рисунки еще остались такие, но это, не знаю, единицы, единичные вещи, все-таки, вырезанное в камне, ну, смотрите, сейчас я вам покажу, во, ну, красиво, коринтианцы, скульптура, романтичные, без полуя, я думаю, музеи, там эти, музей хороший, есть все посмотреть, и красиво все сделано, ну, эти, женщины вертухая, там, не разрешают, не снимать, не фотографировать, не, ну, понимаешь, не они эти законы придумывают, а что, что от этого случится, я же себе на память, и людям, кто собираются, может, моё видео увидят, собираются, просто хоть, понятия будут, не знаю, что не придут в этот музей, я же все не снимаю, там буквально несколько фрагментов, тут народу больше, наверное, когда в Древней Греции тут жители было, всех мастей, тут и проповедники проповедуют, одно из последних панорам тут сделают, сюда с другой точки, тут что-то проповедники разные работают, там, здесь, секты какие-то, здесь был небольшой городок, как бы, но плотность населения, так понимаю, большая была, народу здесь достаточно много, несколько тысяч человек, это точно жило, в древнем Каринфе и в пригородах, ладно, пойдем дальше, в принципе, ну, все, что хотел, показал, ну, ладно, там снимал, а что там, то же самое, фактически, прогуляться-то мы прогуляемся, конечно, это место, ну, для религиозных людей, тоже, примечательное, здесь, ну, точно неизвестно, там, с 54-го по 57-й год, вернее, как, точно известно, с 54-го по 57-й год нашей эры, то есть, совсем, совсем, совсем недолго после рождения Христа, была написана книга Нового Завета, первое обращение к коринфянам апостола Павла, вот, и это вот как раз, типа, действие вот здесь проходило, я иду, еще и думаю, почему тут проповедников много, это место такое, намоленное, святое для христиан, вот, к сожалению, я раньше-то об этом не знал, а теперь сам тут, в центре, истории этой нахожусь, занят, вот, заходить нельзя, видно лотки, для сбора воды, или наоборот, для отвода воды, вот, здесь, вон там окна, но это уже явно, средневековая этот, средневековая пристройка, вот, а это для, водосбора, основная масса, вот эти вот колонны, это все, это все древние эпохи римской эмпири, эпохи римской эмпири,